МИНСК Мягкие ткани Рогозина и почему бывший глава Роскосмоса отрёкся от собственного творчества? Спецоперация на Вашингтон. Что украинский президент привёз из американской столицы? И почему во всём мире этот визит называют историческим? А российские пропагандисты брызжут ядом. Зачем Путин поехал в Минск? Так, сможет ли Россия изменить ход войны в Украине и получит ли Лукашенко ядерную бомбу под ёлку? Здравствуйте, меня зовут Владимир Унец. Обо всём этом и многом другом. Прямо сейчас смотрите сами. В субботу 24 декабря в российском Кемерово погибли 22 человека в результате пожара в частном доме престарелых. В этот же день российская армия нанесла удары из реактивной артиллерии по освобождённому Херсону, в результате чего погибли и получили серьёзные ранения мирные жители города. Какая связь между этими событиями? Почему я поставил их в один ряд? Ведь на первый взгляд ничего общего. Сейчас всё объясню. Итак, пожар в частном доме престарелых. По версии российских следственных органов, произошёл в результате неправильного обращения с отопительным котлом и, предположительно, дровяной печь. Здание учреждения было деревянным и сгорело дотла. Местные пожарники признавались журналистам, что даже боялись заходить в окваченное огнём помещение. Возгорание произошло ночью, когда все спали, что, очевидно, и привело к такому количеству жертв. Небольшое двухэтажное здание не могли потушить из-за того, что рядом просто не было воды. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев позже заявил, что за неделю проверят все дома престарелых, в первую очередь частные. Обычно проверки в них не проводятся, поскольку официально они никак не зарегистрированы. А теперь давайте обратим внимание на детали. Частный дом престарелых. Деревянное строение, на первом этаже которого магазины по продаже угля и комбикорма. Отопление в нём печное. Ни о каких благах цивилизации поставить там этого заведения и мечтать не приходилось. Ну, не на улице и, слава богу. Трудно поверить, что речь идёт о стране, которая поставляет газ по всему миру и шантажирует холодом другие страны, чтобы добиться хоть каких-то успехов на боли боя в Украине. Странно, правда? О том, что российские, даже газодобывающие регионы, плохо газифицированы, я вам подробно рассказывал в прошлой программе. Взрывы и пожары то и дело приводят к смерти слабо защищённых слоёв населения в России. Ну, а кого это волнует? Ведь сейчас Москва занята, ну, кроме обогащения наивысших государственных чинов, ещё и реформой армии, увеличением её состава и, собственно, войной против соседней страны. И Путин, и его приспешники не перестают смеяться над украинцами, которые переживают многодневные блокауты из-за ракетных обстрелов. Таким образом, в Кремле надеются, что украинский народ станет оружием против себя же самого и потребует, чтобы украинская власть признала капитуляцию. Однако всё это имеет совершенно обратный эффект. Чем темнее и холоднее в домах украинцев, тем больше они ненавидят Россию и тем меньше думают о переговорах с Москвой хоть в каком-нибудь формате. Да и Европа пока особо не мёрзнет. Её хранилища впрок заполнены газом, и уже сейчас европейские лидеры думают о том, как организовать отопительный сезон уже следующего года. Ну а российский пропагандистский канал в преддверии Рождества выпускает англоязычный ролик на праздничную тематику, главная идея которого – показать европейцам, что без российского газа жить им будет холодно и голодно. Вот этот ролик. Смотрите сами. Играет музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чтобы вы понимали, производство такого, как бы это сказать, телепродукта стоит совсем недешево. Но вот на то, что хотя бы затушить дом престарелых Кемерово, денег у правительства нет. Я уже не говорю о том, чтобы его правильно обогреть. Важно понимать, что после начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия взвинтила оцены на голубое топливо для Евросоюза в среднем в 17 раз, а поставки сократила на 80%. Газ Москва продает только своим политическим фаворитам. В Европе это Сербия и Венгрия. Среди других покупателей, конечно же, Китай, Индия и Беларусь. К Беларуси я вернусь немного позже. А пока я раскрою карты и скажу, зачем же я рассказываю об обстреле Херсона именно в этом блоке. Аналитики журнала Forbes в конце ноября подсчитали, что за 9 месяцев Россия потратила на войну более 82 миллиардов долларов. И каждый новый день боевых действий обходится все дороже. Не забывайте, что из-за санкций Россия не может производить многие виды своего вооружения. И главное, ракеты и дроны, которые теперь вынуждены покупать у Ирана и Северной Кореи. Когда Москва стала изгоем на международной арене, эти две страны, которые, кстати, тоже изгои, стали для нее фактическим монополистом по продаже оружия. То есть платить за ракеты придется столько, сколько скажут. Ведь выбора нет. Ну или прекращать войну. На что пока ни Путин, ни его сообщники не соглашаются. Ну а зачем? Какая Путину разница, сколько еще сгорит или взорвется жилых домов в российских регионах? С глаз долой и сердце вон. У него, у Путина, другие задачи геополитические. Он ведь строит, как сам говорит, биполярный мир. А на бюджетные деньги снимает пропагандистские ролики о том, что без России европейцы якобы будут есть собственных хомячков. Ну а Путин в это время уверенно шагает в ногу с Лукашенко. Российский президент совершил первый за последние несколько лет визит в Минск. С заграничными путешествиями у кремлевского диктатора с каждым днем все хуже и хуже. А вот его белорусский приспешник всегда рад угодить. К визиту Путина в Минске готовились. Очень тщательно. Все в лучших советских традициях. Ковровые дорожки и на взлетной полосе, и на подъезде ко Дворцу Независимости. Цветы, каравай, долгие ожидания на летном поле. Лукашенко ждал Путина лично. Вместе с ним ждала и вся лукашенковская свита, и пулы российских и белорусских журналистов. Ждали все. Несмотря на морозную погоду и сильный ветер на перроне аэропорта. Смотрите сами. И вот Путин прилетел. Ну и то ли ради демонстрации близких отношений, то ли непонятно почему, Лукашенко и Путин из аэропорта ехали в одной бронированной машине, российской копии британского Роллс-Ройса Ауриси. Почему я на этом акцентирую ваше внимание, узнаете чуть позже. Так вот, президентский дворец Лукашенко и Путин зашли синхронно. Их встреча проходила в двух форматах – широком и тет-а-тет. В широком формате они разговаривали более двух с половиной часов. На встрече также присутствовали все ключевые министры и топ-чиновники. Говорили о том, как будут противодействовать санкциям и развивать экономическое сотрудничество. Ну и о многом другом тоже говорили. Нас объединяет общая история, духовные ценности, сложившиеся между многими россиянами и белорусами семейные и родственные узы. Россия и Беларусь вместе строят союзное государство, последовательно углубляют экономическую интеграцию, которая нацелена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни граждан. Как я уже неоднократно говорил, во всем всегда важны детали. Путин рассказывает о том, что Россию и Беларусь объединяют общая история и ценности. Но даже название страны, в которую он приехал, российский президент не может правильно произнести. В первую очередь хотел бы поблагодарить президента Беларуси за приглашение посетить Минск и традиционно теплый прием, оказанный российской делегацией. Дело все в том, что не Беларусь, а Республика Беларусь. Это официальное название государства, прописанное в Конституции страны. И даже на русском языке, который в Беларуси, между прочим, имеет статус второго государственного и обязателен к изучению в школах, неоднократно белорусские дипломаты писали в Москву обращения о том, как правильно называть их страну, но в союзной России их так и не услышали. Насколько равноправным может быть такой союз, где даже на таком уровне Россия уверенно и безнаказанно доминирует? Смотрите сами. А пока давайте по сути встречи. Кроме традиционных тем экономики и санкций импортозамещения, конечно же, Путин и Лукашенко говорили о войне и геополитике. Этот саммит вызвал некоторую настороженность у военно-политических обозревателей. Уж не прилетел ли Путин уговаривать Лукашенко официально вступить в войну против Украины? Были и совсем конспирологические версии, что, возможно, это подготовка нового наступления на Киев. Но гадать в таких вопросах дело неблагодарно. Лучше всегда анализировать факты и детали. Тем более, если надежных источников информации нет. Поэтому этот аспект я бы пока поставил на паузу. А вот что точно известно, так это то, что Лукашенко в свойственной ему манере прочитал с бумажки, что и Минск, и Москва готовы к диалогу с Европой. Россия и Беларусь, как мы, Владимир Владимирович, часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и с европейским. Надеюсь, что в скором времени там прислушиваются к госусу разума, и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства. Правда, готовы ли к диалогу европейцы, которые уже, очевидно, по горло сыты разговорами с одним и с другим, вопрос открытый. Да и диалог должен быть о чем, по их мнению. Еще одна интересная деталь. Лукашенко при Путине снова озвучивает свои ядерные мечты. Помните, он грозил, что в случае военной угрозы со стороны Запада Лукашенко будет просить Путина о применении ядерного оружия, которого у самой Беларуси нет. Так вот, в этот раз он отчитался Путину, что его пилоты проходят обучение на самолетах, способных переносить, цитирую, специфические боеприпасы. Смотрите сами. Вы только что затронули очень щепетильную, аккуратно затронули тему, но не мы ее, правильно, авторы, по подготовке и тренировке в наших экибажах, способных вести специальное вооружение и специальные боеприпасы. Путин должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас в советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущие специальные боеприпасы. Да, кстати, чуть было не забыл. Газ и нефть. Это еще одна тема диалога Путина и Лукашенко. Россия поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях, что подтверждает привилегированный характер нашего партнерства и является серьезной мерой поддержки белорусской экономики. Привилегированный характер. Что это означает? Это означает, что Путин отдает газ в Беларусь за копейки. В то время, как к его собственной стране далеко не все дома к нему подключены. Оттого и люди гибнут чуть ли не каждый день. Кстати, а за сколько Беларусь покупает газ? И что будет с ценами в следующем году? Сейчас, если верить информации «Газпрома», за тысячу кубометров голубого топлива Минск платит 128 долларов. Это в три раза дешевле, чем другие страны Европы, говорится в официальном сообщении компании. Европа, кстати, после сокращения России поставок на 80% уже с февраля следующего года установила ценовой потолок на российский газ. Помните, как это недавно сделали с нефтью? Только если потолок цен на нефть был экономическим ударом под дых России, то в истории с газом это скорее политический шаг, и тут эксперты очень скептически настроены. В Европе у России есть две лояльные страны – Сербия и Венгрия, куда Москва по-прежнему качает реально много газа. Венгрия даже пыталась шантажировать Брюссель и блокировать некоторые решения ЕС по Украине. Правда, пока безуспешно. Сколько реально Белград и Будапешт платят Москве – непонятно. Детали контракта у них есть полномочия не раскрывать. Но Беларусь платит все равно явно меньше. А что касается следующего года, то на прямой вопрос журналистов ни Лукашенко, ни Путин ответа не дали. Смотрите сами. Правильно ли я понимаю, что удалось договориться по поводу цены на газ, и все вопросы в этом решены. И, Александр Николаевич, вы недавно очень сильно критиковали темпы реализации программы общего газового рынка. Вот здесь вопросы тоже закрыты. Понятно вам, как мы будем двигаться дальше, каким образом? По поводу цен на энергоносители. Я уже сказал, могу только подтвердить. Договоренности достигнуты. Да, мы обсуждали эту тему, приняли соответствующее решение. Правительство в ближайшее время формализует все наши решения. И я думаю, тогда будет повод нам говорить. Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная. Для нас Россия очень много помогает в этом плане. Для нас это новые темы появились в области поставок газа. Не стоит пока о них говорить. Скажу только одно. Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка, концепции и ценообразования на ближайшие три года. Так как только что один на один президент мне об этом сказал. Ну, это правительство об этом расскажет более конкретно. На этом, пожалуй, блока союзной любви между Путиным и Лукашенко можно и закончить. Не успели ковровые дорожки во Дворце независимости в Минске остынуть от каблуков Путина, как Лукашенко, кинулся проверять боеспособность собственных вооруженных сил. С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины белорусская и российская армия не прекращают совместные учения на границе с Украиной. Конечно, все это под соусом угрозы наступления НАТО на Беларусь. Украинские пограничники и военная разведка говорят, что пока признаков подготовки еще одного сахопутного наступления с территории Беларуси на Украину нет. Военные обозреватели считают, что путинско-лукашенковские маневры – ничто иное, как попытка отвлечь внимание украинской армии от Восточного фронта, где за последнее время ситуация значительно обострилась, и россияне изо всех сил пытаются наступать на Бахмут Донецкой области. Лукашенко после визита Путина проводит совещание с силовым блоком, после которого свое участие в войне против Украины снова публично отрицает. «Хочешь мира – готовься к войне. Не мною придумано, и не вами тоже». Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотулки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и перемещения вооруженных сил Беларуси и России совместно. Еще раз хочу напомнить, кто забыл. У нас создана, согласно давнего договора с Российской Федерацией, совместная группировка вооруженных сил Беларуси и России для совместного реагирования на угрозы нашему союзу. «Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз, эти тренировки более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения, перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии. Все, как я сказал». Но при этом зачем-то снова разыгрывает тему якобы готовящегося на Беларусь нападения. В этот раз, правда, карту, откуда все это якобы готовится, с собой не принес. «Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим». Что ж, я так понимаю, что даже неожиданно для себя Лукашенко нашел проблемы в собственной армии. Он раскритиковал военных чиновников за попытки клацать каблуками и замыливать глаза. Правда, о каких недостатках шла речь, белорусский диктатор не уточнил. И еще один важный, как по мне, момент – зарплата силовиков. Тут у Лукашенко свое видение. Когда в августе 2020 года он силой разгонял протесты, то, по моей информации, среднестатистический ОМОНовец получал около 1000 долларов в месяц. Но вот сейчас, очевидно, государственный кошелек пустеет. «Обращаю внимание, мы должны исходить из возможностей экономики. Есть деньги – платим. Нет денег – ну чё ж. На нет и суда нет. Но пока немножко, но что-то есть». Да, если вы думаете, что Лукашенко дает Путину возможность по себе соскучиться, то нет. Уже в субботу, 24 декабря, Лукашенко вылетел в Россию на очередную встречу с Путиным. Перед которой его даже сводили в Роскосмос, где показали машину советского космонавта Юрия Гагарина и дали попробовать состыковать. Нет, на этот раз не трактор, а космические корабли. Смотрите сами. «Хотите попробовать состыковать? Сначала просто объясню. Значит, есть у нас две ручки, которые управляют кораблем. Ручка управления движением, управления центром массы по осьям X, Y, Z. «Это мы стыковку будем?» «Да, именно. Нам надо подвести его именно под эту часть, перегреть. «Крестовину». «Крестовину, да. И у нас зафиксируется, это именно наша точка, к которой мы будем приходить». «Реально и при стыковке точно так, да?» «Да, вот это имитация стыков». «Это и есть стыков». «То есть вот так. Вот теперь нам надо зафиксировать вот здесь, в центре». «Скорость движения 10 сантиметров в секунду». «Здесь тренажеры более 200 нештатных ситуаций и аварий, которые космонавты отыгрываются». «Спасибо. Ну что, пошли. Можики. Беру стыков. Все, доброе вам». Да, раз уж мы заговорили о Роскосмосе, его бывший руководитель, а нынче непонятный, смотрящий за ходом войны в Украине, Дмитрий Рогозин, получил ранение на Донбассе. Произошло это, нет, не в бою, а в день его рождения, 21 декабря, в одном из отельных комплексов, оккупированного Донецка. Если верить российским телеграм-каналам, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодец, проникающее осколочное ранение левого бедра, а также паховой части. Для некоторых его гостей день рождения бывшего главного космонавта России стал датой смерти, за что Рогозин теперь грозится отомстить Украине. Ну а как вообще Рогозин попал на Донбасс? В индуизме есть понятие кармы, о котором в последние несколько десятков лет не говорят только ленивое. Так вот, в далеком 2014-м Рогозин грозился, что поменял бы все свои должности, а на тот момент он был вице-премьером, на то, чтобы оказаться в одном окопе с так называемыми ополченцами в Славянске, которые штурмовали украинские военные. И вот в ноябре 2022-го Рогозин заявляет, что возглавил, цитирую, группу военных советников в зоне вторжения, оказывающую военно-техническую поддержку военнослужащим так называемых Тонецкой и Луганской народных республик. Назвал он эту группу экспертов очень поэтично – царские волки. Ну что ж, судя по всему, за волками царя охотилась украинская артиллерия, которая прицельно ударила туда, где был Рогозин и его соратники. Совпадение? Не думаю. Тут вот еще какая история с Рогозином. В прошлой программе я вам показывал фрагмент вот этого клипа, посвященного ракетным войскам специального назначения России. В нем скопилась вся мощь Енисея, воля тверже уральских гор. В пыль врагов в мгновенье рассеять, он готов исполнять приговор. Ему просто же а не помеха, ему санкции не страшны. Для Сармата одна лишь утеха – потревожить надорцев сны. Из России матушки, втаглетят сарматушки, на соединенные штатушки. Песню, напомню, исполняет российский депутат и заслуженный артист Денис Майданов, он же автор музыки. Так вот, изначально Рогозин даже утверждал у себя в Телеграме, что он написал слова к этой песне. Автором слов он числился и в описании под роликом на Ютубе. Вот скриншот «Они не горят». Но только после выхода этого психотропного опуса Рогозин по какой-то причине убрал пост из Телеграма и дальше затер свое авторство текста на Ютубе. То ли постеснялся, то ли прозрел. Не знаю. Смотрите сами. Небольшое отступление. Просто напомню вам интересный факт. С 2008 по 2011 год Рогозин был постоянным представителем России в НАТО. На этой должности за какие-то особые заслуги даже получил от Медведева, тогдашнего президента России, титул чрезвычайного полномочного посла. Неисповедимы пути власти российской. А вот теперь непонятно вообще, выживет ли Рогозин или нет. Поговаривают, что состояние его намного более тяжелое, чем об этом официально сообщают в российских СМИ. Ну а украинский президент Владимир Зеленский на прошлой неделе совершил два неожиданных визита. Готовились они в строгой секретности. Первый в Бахмут Донецкой области, где, напомню, ведутся ожесточенные бои. Владимир Зеленский приехал туда, чтобы оценить обстановку и наградить украинских военных в преддверии праздников за особые заслуги в противостоянии российской агрессии. Ну, Зеленский неоднократно ездил на Донбасс, и у этой новости были бы минимальные шансы попасть в эту программу, если бы не одно «но». После того, как СМИ сообщили о приезде Зеленского в Бахмут, пресс-секретарь Путина тут же выстрелил новостью о том, что и российский президент также побывал на фронте, в зоне проведения так называемой СВО. Правда, при тщательном анализе, опубликованном в песковом видео, российские расследователи выяснили, что был Путин не на временно оккупированных территориях Украины, а в Ростове-на-Дону, где находится российский военный штаб. Такая вот история. Да, но вернемся к поездке Зеленского. Она так возмутила кремлевских чиновников, что даже пресс-секретарь российского МИДа назвала ее постановкой. А самого Зеленского, впрочем, смотрите сами. Видимо, действовали по принципу, что Зеленский их сукин сын, а, соответственно, ему позволено все. Тем более, он не просто так себе их сукин сын, он еще и их инструмент в противодействии нашей страны. Но следующая поездка Зеленского взорвала мозг в Москве еще больше. Впервые за 10 месяцев полномасштабной войны украинский президент покинул пределы страны и отправился с официальным визитом в Вашингтон. О подробностях немного позже, а пока смотрите сами, что об этом говорили главные кремлевские пропагандисты. Более того, уже сегодня Зеленский отправится в Великобританию, потом во Францию и в Германию. Цель все та же. Получение тяжелой техники и ракет дальностью 300 плюс километров. То есть Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит, надо брать Киев. Из аэропорта в Белый дом Владимир Зеленский приехал на американской правительственной машине, что также стало поводом для издевок на российском телевидении. Берут и привозят на американском военном самолете с американской военной базы. Это какой бесконечный позор. Независимом государстве, якобы, президент. Про украинскую незалежность не вспоминали здесь даже ради приличия. Помните, я говорил о том, что Путин и Лукашенко ехали из аэропорта на одной машине. Тогда получается, что и независимость России под вопросом. Не знаю. Смотрите сами. Итак, исторический визит Владимира Зеленского в Вашингтон. В мировых СМИ его речь сравнивают с историческим выступлением Винстона Черчилля в 1941 году. Но как же украинский лидер добрался с Донбасса до Капитолийского холма? Ведь полеты над Украиной остановлены из-за российских ракет. Это была целая спецоперация. Поездом Зеленский и его делегация добрались до Польши, где их впервые зафиксировали телекамеры. А дальше американский военным бортом Air Force C-40 Владимир Зеленский отправился в Америку. Президентский самолет сопровождал истребитель ВВС США. А немецкий самолет-разведчик АВАКС обеспечивал навигацию через Северное море, патрулируемое российскими подводными лодками, которые могли просто сбить борт с Владимиром Зеленским. Все, как один аналитики и обозреватели, говорят о том, что этот визит уж точно был успешным и грамотно спланированным. Если коротко, Зеленскому удалось донести до политиков и чиновников в Вашингтоне, с чем именно народу Украины приходится сталкиваться каждый день. Во время беседы с Джо Байденом в овальном кабинете Владимир Зеленский по просьбе одного из украинских военных, оператора Хаймарса из того самого Бахмута, передал американскому президенту письмо и собственную награду за военные заслуги. Это сильный сигнал. Ведь очень важно понимать, что те, кому ты помогаешь, знают об этом и ценят. Причем это не собирательный украинский народ, а конкретный солдат, который в бою использует эффективную американскую технику. Забегая вперед, скажу, что по итогам встречи Зеленского и Байдена американский президент анонсировал очередной пакет военной помощи на почти 2 миллиарда долларов, который включает, помимо боеприпасов для тех самых Хаймарсов, и зенитно-ракетные комплексы Патриот. Это самое эффективное оружие против ракетных обстрелов, о нем Украина просила США уже несколько месяцев к ряду. Теперь похоже, что создание той самой многоуровневой системы ПВО, о которой говорили, что в квартире НАТО в первой половине октября министры обороны военного блока и Украины становится реальностью, а не проектом. Еще одна знаковая встреча со спикером Конгресса Нэнси Пелоси. Мой отец был членом Конгресса, когда сюда приезжал Винстон Черчилль в 1941 году, на следующий день после Рождества, 81 год назад. Он приводил аргументы, чтобы Америка помогла побороть тиранию в Европе. Тогда он сказал, что мы делаем самое благородное дело в мире, не только защищая сердца и дома, но также защищая источник свободы в каждой стране. Именно это делает сейчас украинский народ. Защищает свои дома, свои сердца, но и свободу, и демократию по всему миру. В 80 лет спустя теперь я имею честь официально приветствовать президента Зеленского, который обратится к совместному собранию. Ну а потом и выступление перед всеми членами Конгресса. Но давайте все тщательно проанализируем. Почему же этот визит назвали историческим? Что будет дальше на поле боя? Лишится ли Украина поддержки американцев или наоборот сможет рассчитывать на большую помощь в противостоянии российской агрессии? Об этом поговорим с моим гостем, профессором университета Нью-Хейвен, специалистом в области политологии и конфликтологии Мэтью Шмидтом. Мэть, добрый день. Рад вас видеть в своей программе. Первый мой вопрос будет таким. Что вы думаете о визите Владимира Зеленского в Соединенные Штаты? В Украине это называют историческим событием. Насколько оно действительно важное и историческое? Мне кажется, здесь этот визит тоже все называют историческим. Думаю, что Зеленский человек своего времени. Он воплощение этой войны, воплощение всего лучшего, что есть у украинского народа. Что же такого мощного в его визите? Это его способность донести все это американской аудитории. Та часть его выступления, где он перебросил опыт, каково жить в Украине, он привез этот опыт в Штаты. Он сказал, американские родители мечтают, чтобы их дети учились в университетах. Американские родители мечтают о том и об этом. Ему удалось погрузить нас, поставить на место украинцев, которые сейчас в центре этой борьбы. Я думаю, его визит был эффективным, особенно эффективным для членов Конгресса. Об этом можно судить по их чрезвычайно позитивным отзывам. Ну, некоторые аналитики отмечали, что поддержка Украины в Конгрессе и на Капитолийском холме могла бы немного ослабнуть за это время. Но вот этот визит поднял уровень поддержки. Насколько вы согласны с этим утверждением? Как политолог могу сказать, что эффект, который этот визит произвел на американское общество, не имеет прямой связи с тем, как голосует Конгресс. Потому что в американской системе у нас нет общенационального парламента, как Верховная Рада. У нас региональная система, где конгрессмены представляют регионы. То есть, если люди в этих регионах не воспринимают положительно то, о чем говорит Зеленский, то это повлияет на голосование в Конгрессе. Но на национальном уровне, где мы проводим социологию и получаем цифры, это не имеет большого значения. Мы можем сказать, что 95% американцев поддержали Зеленского, когда он выступил с речью. Но большее значение имеет то, как его восприняли в Пенсильвании и Вайоминге, в регионах, чьи голоса могут переходить из одного политического лагеря в Конгрессе в другой. И я знаю, что это длинный ответ, но очень важно, чтобы иностранная аудитория это понимала. А короткий ответ такой. Мне кажется, его речь произвела эффект на членов Конгресса, как на живых людей. Я думаю, что теперь республиканцы вряд ли будут голосовать против законов о предоставлении дополнительной помощи. Просто потому, что будут вспоминать его выступления. Проголосовать против таких законов будет в какой-то степени постыдно. Ведь Зеленский приехал и произвел впечатление такого отзывчивого человека. Ему так хорошо удалось донести человеческую цену и потребность в достоинстве при противостоянии военной агрессии. Так что конгрессмены просто не будут голосовать против этих законов, ведь это будет бесчестно. Ну а говоря об обычных американцах, которые воспитывают детей, ходят на работу, смотрят телевизор. Мы же понимаем, что война обходится дорого и им. Инфляция и прочие негативные ее последствия. Смог ли Зеленский убедить этих людей, что важно и дальше помогать Украине? Правда в том, что большинство американцев не смотрели выступления Зеленского. Правда в том, что только определенный сегмент общества с хорошим образованием, находящийся на более высоком социально-экономическом уровне, прочитал газеты или информацию в интернете о выступлении Зеленского. Когда мы говорим о широких кругах американского общества, нам нужно подождать, посмотреть, что нам скажет социология через несколько недель. Пока что рано об этом говорить. Важно помнить, что большинство американцев просто не интересуются политикой. Обычно они интересуются внутренней политикой, уровнем инфляции, количеством новых рабочих мест, уровнем преступности в своих городах. Им кажется, что Украина очень далеко, что она очень экзотична. Они знают Зеленского, потому что он здесь знаменитая личность, как и в остальных уголках мира. Конечно, у них складывается какое-то общее впечатление, когда они проходят по улицам, видят билборды, электронное табло с фотографиями из Нью-Йорк Таймс, но сложно сказать, насколько на них это влияет. Опять длинный ответ. Зеленский произвел гигантское впечатление на людей в Вашингтоне, на людей, которые следят за международными новостями. Мы это знаем. Пока нужно принимать во внимание только это. Тогда давайте вернемся к тому, с чего мы начинали. Почему же тогда этот визит все же называют историческим? Как он может изменить политику Америки в отношении Украины? Так, еще раз. Политическая и финансовая элита, для кого эта война наиболее важна, утонула в восторге от того, что приехал военный лидер, который покинул активный фронт, вовлеченный в настоящую мистическую битву, который каким-то образом очутился в столице, как будто в фильме про шпионов. Встретился с президентом, выступил перед обеими палатами Конгресса. Что для нас имеет огромное значение, важность в том, что все законодатели присутствовали там. Все это вместе делает этот визит историческим. Но то, что этот визит называют историческим, не означает, что он будет иметь тот эффект, которого мы ожидаем. Это означает, что его воспринимают как редкий и эпохальный случай. Эта информация выплывала и ранее, но именно после этого визита официально стало известно о том, что системы Патриот уже, скорее всего, на пути в Украину. Тем не менее, президент Байден ведет себя достаточно осторожно с Путиным. Не подписывает, например, закон о признании России государством спонсором терроризма. Есть ли вероятность того, что теперь это изменится? Мне кажется, наиболее важная часть этого визита – итоговая пресс-конференция, где президент сделал отсылки к выступлению Джорджа Буша, когда тот высказывался в адрес Путина. Помните, когда Буш сказал, что встретился с Путиным, заглянул ему в душу и увидел, что Путин хороший человек? А сейчас Байден сказал, что Зеленский – хороший человек в душе, который будет искренне отстаивать свою страну и принципы. И Байден фактически сказал, что он согласен полностью в этом участвовать. Лично. Байден здесь известен тем, что говорит, что международная политика – это не об идеях, силах или интересах, она о личных взаимоотношениях. Это о том, чтобы по-настоящему узнать иностранных лидеров. Именно это, вероятно, было самой важной частью этой поездки. Это связь, которую президенты установили между собой. Где, как мне кажется, Байден пообещал лично сам себе довести эту войну до конца. Еще важный момент, который он повторил несколько раз, что и Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до конца войны. До этого мы очень осторожно об этом говорили. Так что я лично заметил теперь большую разницу, ведь президент сказал это публично. Он дал публичное обещание, что направит в этом русле международную политику. Я думаю, именно поэтому мы и посылаем ракетные установки Патриот. Мы должны были послать эти противоракетные системы уже давно. Они делали это потому, что не были уверены, как будет идти эта война. Не были уверены, сможет ли Украина выиграть войну, даже при поддержке США. Он играл очень осторожно, потому что он пытался регулировать, когда наступит конец этой войне, как он ее видел. А произошло то, что США все больше вовлекались в эту войну. Я думаю, что как раз президент в этот раз вышел к народу и сказал, «Смотрите, мы уже в деле, мы усиливаем свою вовлеченность шаг за шагом, и вот мы тут. И теперь нам нужно помочь президенту Зеленскому и его народу закончить эту войну». Мне кажется, это потрясающе. Мне кажется, что на протяжении всего своего президентского срока Байден будет в деле. Конечно, при этом вопрос в Конгрессе. Практически одновременно с визитом Зеленского в Вашингтон, бывший президент России, нынешний зампред СНБО России Дмитрий Медведев, едет в Китай и встречается с Си Цзиньпином. Означает ли это, что в России очень серьезно отнеслись ко встрече Зеленского и Байдена? Конечно же, мне кажется, что важность визита Медведева в Пекин в том, что ответили ему китайцы. Они сказали, «Мы бы хотели, чтобы эта война прекратилась. Мы бы хотели, чтобы интенсивность этого всего снизилась». Мне кажется, что это мощный сигнал тревоги Кремлю, что они потеряли своего лучшего союзника. А теперь вынуждены смотреть в сторону Ирана и Северной Кореи, что свидетельствует о том, что они постепенно скатываются к сотрудничеству со второстепенными партнерами. Когда мы говорим о политических процессах, связанных с этой войной, мы же понимаем, что все они зависят от успехов или Украины, или России на поле боя. Сейчас Россия пытается получать оружие от Ирана и Северной Кореи. Сможет ли она с их помощью изменить положение дел? Нужно понимать, что война — это царство случая, царство хаоса. Когда вы в определенной фазе войны, скажем, как сейчас, то вы предполагаете, что следующая фаза будет такой же. Если сейчас Украина побеждает, то она и дальше будет побеждать. Но всегда нужно себя проверять и напоминать себе, что может случиться хаос, и что нынешняя фаза может отличаться от следующей. Я думаю, что самое страшное, что пока происходит на этой войне, что Путин использует украинский народ в качестве оружия. Использует ракеты дальнего радиуса для атак на инфраструктуру, что приводит к тому, что люди живут в холоде, у них отбирают крышу над головой, чтобы украинцы заставляли президента Зеленского думать о том, что он должен сделать для того, чтобы сберечь жизни украинцев, которые выжили сегодня, прекратить их страдания. Или вместо этого оказывать сопротивление и дальше, чтобы обеспечить более свободное и светлое будущее украинцам в дальнейшем. Это то, с чем ему приходится сталкиваться каждый день. Я понимаю, что он будет продолжать борьбу, но мы должны понимать, что любой лидер думает на тем, как прекратить страдания своего народа уже сегодня. Вот что Путин пытается подогревать. Он пытается выгнать как можно больше людей из своих домов внутри страны, пытается выгнать как можно больше украинцев в Европу, оказать давление на правительство стран-союзников, которые бьются над тем, чтобы обеспечить украинских беженцев жильем, предоставить им социальные услуги, найти достаточно места в школах для украинских детей. Нам нужно понимать, что во многом все это более важно, чем сама по себе ситуация на поле боя. Он использует насилие для создания политических условий, а именно они и прекращают любую войну. Он делает это при помощи ракет. Системы противоракетной обороны Патриот могут сильно усложнить для него этот процесс. Они дороги в обслуживании, ими сложно управлять. Так что я думаю, что уже приличное количество украинских военных проходят подготовку по управлению этими системами. Очень важно, чтобы они могли быстро научиться. Это точно не произойдет за день или неделю. Будет удачей, если это случится через месяц. А с другой стороны, Россия сильно волнуется о собственном ракетном арсенале, о том, где они могут взять ракетные комплектующие, сколько ракет они могут запустить на Украину, чтобы причинить вред народу, надавить на Зеленского и его союзников, пока системы Патриот не начали применять. Еще один очень важный компонент — боевой дух. И это даже не касается оружия, ведь в данный момент десятки тысяч российских солдат сидят в окопах и мерзнут просто потому, что у них нет теплой одежды. Потому что год, два или больше назад коррумпированные российские военные чиновники просто украли деньги на одежду, которые теперь у этих солдат нет. У них есть поломанное оружие, если есть оружие в принципе. У них есть просроченные сухопайки, и все это подрывает боевой дух. В итоге они неэффективны в бою. К тому же теперь к ним присоединились необученные мобики, которые даже не хотят там быть. То есть способность России проводить наступательные операции под большим вопросом. В то время как украинская армия, которая, да, понесла значительные потери, тем не менее имеет высокий боевой дух. Они же знают, за что они сражаются. Они верят в цель. Так что им легче преодолевать материальные трудности. Важно, что на данный момент, как мне кажется, украинские военные намного лучше подготовлены. Во многом они лучше экипированы. Мне кажется, именно по этим причинам, что в следующие месяца-два Украина может продолжить наступление. Мне кажется, что еще один важный аспект в этом всем не только появление установок Патриот, а тот факт, что США готовят украинские подразделения уже на уровне бригад, обучают их маневрам и на бригадном уровне в Германии. Это позволит украинской армии нанести удар намного более сильный, чем раньше, ведь эти подразделения намного больше. Когда эти подразделения вернутся на поле боя, я уверен, мы увидим продвижение украинской армии вперед. Но на это еще нужно 2-3 месяца. С 2014 года я заметил существенное изменение в риторике в западной и, в частности, американской прессе. До этого мы видели аналитические материалы, в которых говорилось, что возвращение Крыма военным путем практически невозможно и что даже Украине, может быть, стоит отказаться от полуострова. Теперь же видим статьи, где аналитики говорят совершенно противоположное, что война должна закончиться там, где она и начиналась, то есть в Крыму получается. Что вы об этом думаете? Все войны заканчиваются переговорами. Это не означает, что Украина должна отказываться от своего суверенитета. Это, тем не менее, означает, что ни одна из сторон не сможет полностью победить противника на поле боя. Так что в конце, в любом случае, будут переговоры в том или ином виде. Что Украина сейчас пытается сделать, запланировать эти переговоры на то время, когда у нее будет наибольшее преимущество — вернуть как можно больше своих территорий и снизить боеспособность российской армии по максимуму. Если посмотреть на карту боевых действий, то мне кажется, что Крым — это последняя операция. Сейчас важно продвинуться дальше на юг и восток в Херсонской области и отвоевать юг. Когда Украина вернет контроль над теми территориями, она сможет начать продвигаться в Крым. Но Крым будет очень тяжелой битвой, в которой пока Украине нет смысла принимать участие, ведь риск потерять боеспособность, чтобы вернуть оставшиеся части юга и востока, слишком велик. Вот сейчас мы говорим о том, что Украина усилила свои позиции на международной арене. Крепнет сотрудничество не только с Соединенными Штатами и ЕС, но и также Канадой, Австралией, даже Новой Зеландией. А вот Путин практически потерял соратника в лице Китая и Индии. Сейчас ездил в Минск. Почему ему тогда выгоден союз с Беларусью? Насколько он может быть крепок? И будет ли в итоге Беларусь вовлечена физически в эту войну? Да, Беларусь уже вовлечена, она уже активный участник войны, даже если войска открыто не пересекали границу, о чем мы знаем. Мне кажется, что не столь важно, белорусская армия не да значительного военного преимущества. Для России Беларусь интересна географически, через ее территорию можно перемещать войска без сопротивления на север от Киева и на запад, что заставило бы Украину растянуть линию обороны. Важно, что в итоге, мне кажется, что Зеленский прав, украинцы освободят Россию. Эта война уже заставила миллионы россиян покинуть пределы России. Большинство из них, если не выступают против своего правительства, то выступают, по крайней мере, против войны. Методы информационной борьбы, которые использует Украина, невероятны. Горячая линия для родителей, из которой украинцы узнают о расположении российских сил. Программа по сдаче в плен и распространение этой информации в России. Это действительно меняет положение вещей в России. Это заставляет россиян задавать себе вопросы, насколько они причастны к этому всему, к войне, к режиму Путина. Я думаю, что глубоко в душе им очень некомфортно из-за войны. Они же на самом деле понимают, что в Украине нет нацистов. И что в итоге? В итоге Путин окружает себя индивидами, типа Лукашенко или Ким Чин Ина. Россияне, видимо, не глупы, как бы мы к ним сейчас не относились. Они на это смотрят и думают, это же позор. Мы же двигались к демократии в 90-е, но не смогли ее удержать. Как когда-то сказал Бенджамин Франклин, у вас есть республика, но вопрос в том, сможете ли вы ее удержать. Так что все закончится в итоге на улицах Москвы. Спасибо. Мэтью Шмидт, профессор университета Нью-Хейвен. Мы говорили о том, почему визит Владимира Зеленского в США назвали историческим и самое главное, как он повлияет на дальнейшее развитие событий в Украине. Ну и в завершение я расскажу вот о чем. О том, что с боевым духом в российской армии не все, слава богу, говорят все, кто тщательно следит за ходом войны в Украине. Так вот, у Путина родилась идея, как мотивировать своих солдат воевать лучше. Он распорядился отличившимся участникам полномасштабной войны против Украины бесплатно раздавать земельные участки в оккупированном Крыму и Севастополе. Ну а также в Подмосковье. Насколько это будет их правда мотивировать, убивать и умирать, поживем увидим. Ну и еще одна маленькая история. Путин на прошлой неделе также наградил орденом за заслуги перед Отечеством высшей степени главарей так называемых ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. А вот Запорожскому и Херсонскому гауляйтерам Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо достались только ордена за заслуги перед Отечеством третьей степени. Что ж, видимо, не допросились. Ну а на этом у меня все. А вы не забывайте подписываться на этот YouTube-канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и главное, комментируйте. Мне и всей нашей команде важно знать, что вам было интересно. Это правда мотивирует работать для вас и дальше, разбираться в сложном и докапываться до истины. Также вы можете поддержать донатами наш проект на Патреоне, ссылка также в описании. С вами был Владимир Унец, увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова